Анализируя Священное Писание, высказывания святых отцов Церкви и другие церковные источники, можно сделать вывод, что на протяжении всей истории Церкви, как ветхозаветной, так и новозаветной, наблюдалось почтительное отношение к людям зрелого старшего возраста. И являясь источником опыта, знаний и мудрости, именно они принимали ключевые вопросы во всей жизни. Почтительное отношение к старшим отражалось на благосостоянии народов и, наоборот, на непочтительность пожилым. Господь искоренял или приводил народы в уничижительное состояние. И сегодня зрелые люди представляют собой одну из наиболее социально активных частей нашего общества. Молодое поколение должно учиться у них важным урокам жизни. И до старости, как говорит пророк, и до седины, не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей, роду сему, и всем грядущество, грядущее могущество Твоего. Несомненно, что условием достижения положительных характеристик зрелости, цвета ума, мудрости и благорассуждения является духовная работа над собой в течение всей жизни. Дай Бог, чтобы молодые люди помнили об этом. Искренне желаю Высокому Собранию.